В фойе областной филармонии развернулось настоящее медиапространство. Журналисты из разных городов Кузбасса приветствуют друг друга и желают удачи. Это только на первый взгляд кажется, что они конкуренты. На самом деле это одна большая команда профессионалов, у которых общие задачи объективны и интересно рассказывать о происходящем в Кузбассе. До начала церемонии остаются считанные минуты. Номинанты волнуются, ведь именно сегодня мы узнаем имена победителей в различных направлениях. Участники на местах, гости в сборе, церемония вручения началась. Средство массовой информации занимает главенствующее место в нашей жизни. По сути без вас в мире ничего не происходит. Практически каждая, ну естественно уважающаяся газета, телерадиоканал обязательно имеет свой сайт в интернете. Не успел посмотреть по ТВ, пожалуйста заходи во всемирную сеть. То есть журналистика становится супер универсальной. Сегодня, когда губернатор зачитывал доклад, он сказал, что через 10 лет включат телевизор, и его не будет, будет только интернет. И особенно приятно, что мы стали лучшим сайтом телекомпании. Что значит? Значит мы смотрим сейчас, что у нас есть, и смотрим в будущее. И стараемся сделать все для нашего будущего, поэтому вдвойне приятнее. Я всех-всех поздравляю, кто сегодня победил. Ну и что хочу сказать, надеемся, что в следующем году у нас, у нашего телеканала, да, будет в два раза больше наград. Ксения Юременко всего год на канале и уже такая престижная премия. Победа в номинации «Старт в профессию» это только начало, впереди другие вершины. Эмоции сейчас переполняюсь, потому что это одна из первых наград. И такая значимая, действительно первая награда в моей творческой и профессиональной деятельности. Сегодня был замечательный день, я действительно прочувствовала, что такое журналистика, что такое кузбасская журналистика, какая-то сила. Среди почетных гостей известные лица. Павел Шеремет, например, уже второй раз у нас в гостях. Сегодня политический журналист покорен тем, какие призы губернатор вручил победителям. В этом году все очень серьезно, пафосно, такое оформление, настоящий праздник и серьезные подарки. Честно говоря, в некоторых ситуациях, в некоторых номинациях я прям завидовал своим кемеровским коллегам и думал, ну да, надо бы и мне тоже поучаствовать в этом конкурсе. В отличие от своего коллеги, Светлана Сорокина в Кузбассе впервые. У нее за плечами огромный опыт. Многие по-прежнему Сорокину называют королевой телеэфира, однако Светлана давно уже не появляется ни на центральных, ни на региональных каналах, утверждая, что сама ушла с ТВ. Теперь ей гораздо интереснее учить мастерству телевидения начинающих журналистов. Она с удовольствием приняла участие в медиапрестиже. Я вот самолет с корабля на бал, поэтому я вижу только праздничную составляющую, радостные лица, вручаемые награды, праздники, которые необходимы в нашей жизни. Победители названы, призы вручены, волнение позади. Для тех, кто не получил сегодня заветный трофей, не стоит расстраиваться. Ведь, как говорят в народе, главное участие, и потом у каждого через год появится возможность вновь принять участие в конкурсе. А я с вами прощаюсь. Увидимся на телеканале «Мой город». Оксана Фулина, Эдуард Артеев. Новости моего города.